Теперь, каков самый легкий путь удаления осуждения из вашего мышления, осознавая свои чувства и мысли, порождающие их? Вот каков этот путь. Только одним этим осознанием вы научите себя мыслить более светлыми мыслями. Когда вы несчастны, печальны, сердиты, напуганы, измучены, отдалены или, если вас одолевает еще какое-нибудь чувство из тех, которые вам не нравятся, пронаблюдайте за своими мыслями. И вы увидите связь между своим искаженным мышлением, осуждением себя и других или сравнением сторон жизни и ее измерений и своими неприятными эмоциями. И вскоре, когда вы устанете от этих чувств, ваши мысли станут просветляться, чтобы удалить суждения, которые отдалили вас от жизни. Делая это и позволяя все большему количеству безграничных мыслей стать ощутимыми в вашем существе, вы также начнете видеть связь между безграничным мышлением и чувством мира, радости, гармонии и легкости в движениях тела. И никогда не судите себя за высказывание суждений. Будьте милосердны к себе и просто позвольте осознанию ваших мыслей и чувств научить вас, потому что они это сделают, уверяю вас. Из всех сотворенных слов есть одно, которое больше всего подходит к этому учению. И это слово «быть». Быть. А что это означает? Это означает позволить себе быть таким, какой вы есть, и полностью любить себя за то, что вы такой. Это чувствовать то, что вы чувствуете, и жить этим чувством. Быть – это жить полностью настоящим моментом, потому что вы знаете, что сейчас – это все, что существует. Быть – это делать то, что вы хотите, испытывая приключения, которому побуждает вас ваша душа. А почему «быть»? Когда вы так живете, вы никогда не осуждаете ни себя, ни других, ни те мысли, которые приходят к вам. И тогда уже не существует таких понятий, как «правильно» и «неправильно», «возможно» и «невозможно», «совершенно» и «несовершенно», «положительно» и «отрицательно». И тогда исчезает иллюзия времени, которая не позволяла вам чувствовать и вкушать прелесть настоящего момента. Когда вы находитесь в состоянии бытия, существует только всесущность жизни и непрерывность «сейчас». В состоянии бытия ваши мысли уже не блуждают ни в прошлом, ни в будущем, отягощенные чувством вины, сожаления и всех «нужно бы», «доследовало бы». Когда вы просто есть, вы не придерживаетесь какой-то определенной правды, вы рецензент всех «правд». Вы видите все правды как всесущность и позволяете каждой из них быть рассмотренной, чтобы решить, какая из них подходит для вашего состояния бытия. Когда вы так живете, все мысли, приходящие к вам, осмысливаются и мозгом познаются в вашем теле как чувство, что позволяет родиться еще большему знанию, еще большим мыслям, еще большей всесущности. Когда вы просто есть, вы тождественны всесущности всего. И через это тождество вы можете владеть всем, чем хотите, и вам ничего не нужно делать, кроме как быть. Бог вашего существа притянет к вам все, что вы мыслите, все, чего вы желаете, и оно придет. Тот, кто усердно исполняет каждый внешний закон, недооценивает внутреннего закона. В состоянии бытия вы уже все имеете. И вы являетесь всем. Когда вы просто есть и позволяете себе принимать все мысли, тогда вы можете слышать голос Бога. Тогда все, что вы когда-либо хотели познать, вы сможете познать за мгновение ока. Если вы не осуждаете свои мысли, а позволяете им проявляться как эмоции в вашей душе, вы живете как безграничный Бог. И только потому, что вы открыты для всесущности и для всего, что есть. Тогда вы становитесь чистым каналом своего собственного божественного Я и приближаетесь к чистой простоте божественного разума. Учитесь жить, познавая и позволяя. Так вы преодолеваете искаженное эго. Так вы овладеваете седьмым уровнем, седьмой печатью, седьмым небом. А на седьмом нет суждения. Там есть только нескончаемая всесущность жизни. И как только вы преодолеваете суждение, вы овладеваете совокупностью этого плана и можете покинуть его, когда пожелаете. Если в данный момент вы не имеете способности склонировать для себя другое тело, а вы способны это сделать, если ваш мозг полностью находится в активном состоянии, не спешите разрушать его. Любите свое тело, будьте добры к нему, питайте его, будьте с ним нежны. Оно чистое средство выражения, позволяющее вам чувствовать и ощущать жизнь на этом плане. Становитесь неограниченными в своем мышлении, но не забывайте заботиться об автомобиле, который позволяет вам это делать. Если вы женщина, будьте женщиной, если вы мужчина, будьте мужчиной, любите то, что вы есть, никогда не причиняйте вреда своему телу, никогда не уродуйте, не оскверняйте его, не заставляйте его делать то, для чего оно не предназначено. Зрите величие своего существа, будьте божественны, пусть ваша кожа ощутит изысканные одежды, помазывайте себя, пользуйтесь духами, питайте себя только тем, чего желает ваше тело. Если вы прислушаетесь к нему, оно вам скажет, в каком питании оно нуждается. Никогда не вносите в свое тело ничего из того, что, как вы знаете, может принести ему вред. Все, что создает недостаток кислорода в мозгу, влечет гибель клеток в большом количестве, и они никогда не восстанавливаются, потому что мозг не имеет способности воспроизводить свои клетки. Когда клетки вашего мозга разрушены, ваша способность превратить мысль в эмоцию, ощутимую в теле, ослабевает. И хотя вы способны созерцать мысль, для вас она ничто. И тогда уже не приходит радость, ибо как может мысль принести вам радость, если вы не станете ею через прочувствование мысли. Когда вы не способны чувствовать, вы не способны удерживать внутреннее знание на этом плане. Вот такой вред вы причиняете своему мозгу, когда потребляете то, что называется травка, или наркотики, вызывающие галлюцинации. Каждый раз, когда вы их употребляете, они поглощают кислород внутри вашего мозга. Умирание вашего мозга вызывает так называемый кайф, который вы ощущаете. Вот откуда он. Каждый раз, когда вы это делаете, вы ограничиваете свою способность познавать. И придет время, когда вы не сможете ни плакать, ни смеяться, потому что уже не будет достаточно сил, чтобы вызвать эмоцию в вашем существе. Испытывать полное внутреннее знание, когда вы можете растрогаться до слез при виде распускающегося цветка или в ожидании появления солнца, предвосхищать каждое мгновение его великолепия, означает иметь способность познавать, способность превращать мысль в эмоцию. Это называется экстаз. Это хороший, как вы его называете, кайф. Тот, кто любил вас еще до начала начал, кто был с вами в каждой из ваших прожитых жизней, и кто будет единственным созданием рядом с вами во время смерти вашего тела или его вознесения, это вы. Вы единственный, кто любит вас так сильно, что прошел вместе с вами через все, что прошли вы. Когда вы обнимете своей любовью все, что вы есть, и эта любовь станет для вас нормой, тогда вы выйдете из-под опеки общественного сознания человека и сольетесь с божественным всесознанием. Ибо то, что вы есть, выходит за пределы красоты. Оно выходит за пределы совершенства. Оно выходит за пределы законов, догмы, за пределы общественных стандартов. Оно становится судьбой, восполнением себя, что является восполнением Бога. Только это является важным в глазах всесущности жизни. Вы есть то, что вы думаете, вы есть, и все то, что вы позволяете себе познать. Знайте, что Отец, Который является всем сущим, это вы. И через это внутреннее знание вы познаете все и станете всем сущим. Знайте, что ничто не имеет конца и ничто не абсолютно. Все существует в настоящем моменте, и этот настоящий момент всегда приходит. Сделать свое мышление неограниченным – это просто знать, что существует еще большая правда. И даже еще более великая, чем предыдущая. Знайте это, и это придет к вам согласно вашей готовности получать. Никогда не позволяйте себе быть порабощенным и запуганным. Всегда есть путь, и лучший путь. Знайте это, и позвольте мыслям прийти к вам. Посмотрите в глаза своим ограничениям, обнимите их, преодолейте их. Покончите со всем в вашей жизни, что удерживает вас от познания совокупности Бога. Отпустите чувство вины и осуждения, и этим вы позволите явиться внутреннему знанию, ответам и радости. Посмотрите в глаза своим страхам и позвольте себе увидеть их иллюзорность. Знайте, что вы вечны, и что нет ничего в непознанном, что могло бы удержать вас от счастья и радости. Покончите со страхом, который не дает вам познать что-то лучшее, то, что вы испытываете на этом плане. И почему вы думаете, что те, кто приходит сюда издалека, безобразны? Ваши братья с больших воздушных кораблей обладают невиданной красотой. Покончите со своим страхом, чтобы стать способным подружиться с другим временем, с другим пространством, с другим созданием из другого измерения. Если вы стремитесь стать лучше и ищете на этом плане, чем стать, то все, чем вы когда-либо станете, будет только тем, что вы найдете на этом плане. Выйти за пределы ограниченного мышления человека – это предположить, что, возможно, существует что-то пока невидимое, что является намного шире по своему пониманию. Будьте открыты правде, что бы ни было ее источником. И пусть ваши чувства станут вашим проводником. Мудрый человек, даже будь он слепым, в душе знает, что ему подходит. Правда, даже в травинках, по которым выступаете, она в смехе ребенка, она в глазах нищего, она везде и во всем, во всех людях и в каждом мгновении. Кто не знает этого, не знает Бога, ибо Бог есть все сущее. И ни одна травинка, ни один вздох мгновения не могут отделить себя от источника всего сущего. Учитесь быть мудрыми. Слушайте правду, в какой бы форме она ни приходила. И знайте, что вы достойны принять ее. Тот, кто знает, что райское царство внутри него – мудрое создание. С вашей способностью мыслить и чувствовать любую мысль в своей душе, вы являетесь обладателем ключей к райскому царству, сокровищу эмоций. Учитесь чувствовать. Полностью познать Бога означает полностью прочувствовать каждую мысль, пока каждая мысль, которая является Богом, не ощутится в сердцевине вашего существа, в вашей душе. Не мучайте себя желанием открыть весь свой мозг сразу. Открывайте его мысль за мыслью, опыт за опытом, чтобы каждая мысль утвердилась в вас. Но самое главное – позвольте себе просто быть, ибо когда вы есть, вы все. Когда вы просто всесущность самого себя, принцип «я есть», тогда вы отождествляетесь со всей жизнью. Тогда вы превращаете самоотдаление человека в его единство с Богом.